Здравствуйте! Герой нашего сегодняшнего видео находится в студии уже достаточно давно, и на то есть свои объективные причины. Первый раз, когда мы послушали плеер QA361, было ощущение вау. Просто вау. Послушали с разными наушниками, сравнили с разными плеерами, причем некоторые, которые даже дороже его, и все равно осталось ощущение вау. Поэтому хотелось, чтобы прошло какое-то время, чтобы привыкнуть к звучанию самого плеера и начать замечать те нюансы, которые изначально не замечаешь, которые замыливаются. И забегая вперед, скажу, что особо-то их и не было замечено, но тем не менее, начать хотелось бы с комплекта, потому что кое-что интересное здесь есть. Во-первых, это кабель Type-C. Все вполне обычно, да, единственное, что есть логотип самой компании, это приятно, это интересно. Есть пленочка для самого экрана, есть переходник для балансных наушников с 3.5 на 2.5 миллиметра, а также вот такое вот устройство, которое просто окунает в 2004-2005 год. Открываем крышечку и вставляем данное устройство в USB вашего компьютера. Что мы имеем с другой стороны? Здесь мы имеем переходник с microSD на SD-карточки, и внутри уже находится сама карточка microSD на 32 гигабайта, на которой записаны тестовые записи. И вот нет ничего смешного в том, что производитель кладет флешку с тестовыми записями, это нормально. Но то, как все это реализовано, вот, ну, да серьезно, это воспоминание 15-летней давности какой-то. Но зато есть также QLC, все указано, hi-fi, как положено. Не знаю, мне эта штука позабавила и улыбает каждый раз, когда на нее смотришь. Но пора уже наконец-то перейти к самому плееру. Что касается его внешнего вида. С одной стороны, он вполне такой обычный, и особенно, если посмотреть сзади, то это чистокровный китаец. Это рубленые формы, это шрифт, который все-таки отдает чем-то таким китайским, но спереди уже что-то более такое современное, более интересное, и что самое главное, лаконичное. То есть, все находится на своих местах. Также интересно сделано управление, в первую очередь, с тем, что включение происходит благодаря рычажку. То есть, поднимается, плей включается, и, соответственно, противоположным образом он выключается. Есть подобный же рычажок для блокировки клавиш, есть клавиша для вызова меню, а также две клавиши регулировки громкости. На передней панели все как обычно, это своеобразный джойстик и посередине клавиша плей-пауза. По каким-то разъемам, которые присутствуют на самом устройстве, все достаточно просто. Это выход, или вход, выход, разъем, разъем Type-C для зарядки. Дальше у нас идет коаксиальный выход, балансный 3,5 мм и небалансный для наушников, также на 3,5 мм. И по самой прошивке, по самой работе. Да, это очень простенькая прошивка, то есть, там нет какой-то операционной системы, на базе которой уже работает какая-то прошивка. Нет, все очень просто и вот так прям по-спартански. Но, несмотря на это, прошивка сделана очень грамотно. То есть, вся необходимая информация на экране отображается, кроме самого значка альбома, что уже, в принципе, и не столь важно. Поэтому, все, что необходимо, вы увидите и управление интуитивно понятное. Поэтому, даже несмотря на то, что впервые держал плеер от этого производителя, разобраться было, ну, просто моментально. И вот потихонечку хотелось бы перейти к самому звучанию, потому что много, много приятных моментов, которые удивили. Для того, чтобы понять, насколько производитель загнался о звучании самого плеера, просто хотя бы почитать сами характеристики. Это ЦАП АК495SEQ, который встречается достаточно редко, и при этом это годный ЦАП. Это 6 операционников, 16-12, если я ошибся, то я это здесь же и исправлю. И, действительно, плеер обладает просто колоссальной мощностью. То есть, он может, во-первых, раскачать что угодно. Те же из-за Динамо Фостексы в сороковке играли вот великолепно. Им было более чем достаточно самой мощности. И также правильное питание сказывается на контроле самих частот, на, в целом, взрослости звучания. Но всё же стоит начать с характера в целом. Характер нейтральный, но при этом плеер не звучит как-то излишне по-сухому, излишне мониторно. В нём есть музыкальность, есть какая-то вот эмоциональность в очень сдержанном виде. И сразу же, что первое поражает, это ж насколько, блин, смогли проработать низкие частоты. На самом деле, плеер уходит очень глубоко, отличнейше контролирует именно низкие частоты. То есть, это уже как такой флагманский серьёзный уровень. Это отличная середина в том плане, что, опять-таки, тональный баланс ровный, поэтому никакие частоты не выпирают. Середина звучит очень приятно, очень натурально и вот даже приятнее, чем в том же 220-м. Это сцена, которая радует, и ты понимаешь, что наушники требуют, вот прям, особенно когда пытаешься расслышать, насколько он способен по сцене, то уже приходится брать что-то вот действительно серьёзное. То есть, берёшь уже берит знамя X1770, чтобы хотя бы вот как-то понять, где же он будет край, где заканчиваются возможности самого плеера. И очень-очень порадовали высокие частоты, потому что, несмотря на то, что плеер, он как-то не старается что-то вот скрыть, какие-то вот нюансы по высоким частотам, но всё равно они звучат как-то не то чтобы сглаженно, но даже для вычифобов они, скорее, плеер, скорее всего, будет интересным, потому что высокие частоты не режут, да, это отличные атаки, да, это отличные затухания, всё замечательно, но при этом нет ощущения того, что вот, ну, высоких могло быть поменьше. То есть, тот же 220-й, он достаточно яркий, уже даже по сравнению с кила 361-м, 220-й хочется назвать ярким плеером. Вот одно из таких пониманий. То есть, ничто в плеере, в звучании не раздражает, даже спустя время. То есть, его восприятие разных наушников, то есть, с одной стороны, он требует дорогих наушников для того, чтобы раскрыться максимально полностью, но и одновременно с тем, берёшь какие-то относительно бюджетные наушники, и всё равно они звучат хорошо. То есть, такая же ситуация была с DTR-1, то есть, ему даёшь иск 99-99, и он всё равно играет. Играет настолько, насколько вообще могут хорошо играть данные бюджетные наушники. Здесь данная ситуация повторяется, но единственное, что нет настолько вот агрессии, лютой агрессии, как в DTR-е первом. То есть, он пытается сохранить максимальный, 361-й пытается сохранить максимальный баланс вот вообще между всем. Между аналитичностью и музыкальностью, между светлостью и тёмностью. Ну, это понятно, потому что он ровный. И я до сих пор даже не знаю, какие жанры он не будет играть. Ну, единственное, что какой-нибудь металл, наверное, да, он не выценит, потому что хороших записей металла, вот, действительно хороших, там, особенно всяких хардкорных направлений, их сложно найти. И, соответственно, плеер не сможет раскрываться и вот давать соответствующую разделёночку по инструментам. Он не сможет выдавать тот контроль, который он может дать. И поэтому данный плеер может не справляться только, да, действительно, в каких-то очень, даже не сложных жанрах, а в плохих записях. Это то, что ему не стоит давать. Но, в целом, он оставил безумно приятные впечатления и даже не сказал про чехол, хотя смотрю на него и, стоило бы сказать, плеер выглядит бюджетненько, ну, относительно. То есть, когда смотришь на заднюю часть, но когда надеваешь его в сам чехол, то он уже смотрится намного приятнее, презентабельнее и чехол выполнен с такого материала, очень-очень напоминающего натуральную кожу. И вот теперь уже плеер ощущается так же, как и звучит. Подводя какие-то выводы, сравнивать с другими плеерами, ну, не знаю, 220-й где-то вот рядышком, но все равно ощущается, что он на уровень будет немножко пониже. Особенно в плане мощности он не дотягивает даже с каким-нибудь AMP-8, AMP-9, не столь важно. И с X7, у X7 контроль намного хуже, M11, понятно, что будет на порядок хуже по своему уровню. С тем же DTR-1, но DTR-1 звучит более драйвово, то есть там вот драйв это просто все. Но при этом он будет просто в разы уступать по сцене и по, ну да, в общем-то, сцена, воздушность и все, что с этим связано. И DTR-1 это тот плеер, который стоит, ну, относительно бюджетно за свои деньги. И единственный минус, который можно назвать весомым в нем, это то, что он не может выступать в роли USB-сапа. То есть вы не можете использовать его вместе с компьютером. Ну, естественно, нет никакого Bluetooth, что к счастью его здесь нет, просто к счастью. Поэтому, если вы любитель нейтральной подачи, но при этом вы ищете что-то действительно вот хорошее и просто, чтобы остановиться и все, чтобы вот был достаточный уровень, вот почти для всего. Пожалуйста, приходите к нам, послушайте и сделайте свои выводы. Поэтому вам большое спасибо за просмотр, если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, если хотите, конечно, и до скорых встреч.